добрый день мастеровой лед сейчас мы посмотрим один из завершающих этапов после чего у нас будет готова с вами крышка французского стола у нас материал подготовленный просынувленный слегка сделаны теперь нам надо для него сделать 2 иметь две площадки которые между которыми мы будем при такой слоеный пирог делать для запрессовки в прессе как правило делается прокладывается в два слоя бумага это нужно для того чтобы мы спокойно могли ну лишнее мысль срываем для удобства работы можно зафиксировать все тем же нашим скотчиком делать совсем деликатно не надо потом отрывать его бумага должна быть немножко натяг не выходить за края но то место где у нас не хватает надо его да и естественно лишнюю лишку надо будет оторвать здесь прям впритык чтобы не было шва почему два листа бумаги если что-то вдруг просочится и подклеится то как правило один лист бумаги подклеивается к основе 2 прокладки на котором мы это установили и после чего он легко разъединяется если будет один лист он может склеить так что потом при разъеме можем повредить нашу лицевую часть допустим крышки вот мы сделали с вами одинаковые размеры кладем строго посередине цену больной частью под клей накладываем сверху и мы можем видеть приблизительно какой припуск мы есть далее по длине нет смысла по ширине мы чуть-чуть дали припуск прикладываем вторую у нас одна готова площадочка берем другую это нужно только для того чтобы в процессе погружения в пресс за столько лет уже так наработали знаем что иногда бумагу некоторые просто накладывают не фиксирую никак и самый неподходящий момент она за что-нибудь зацепиться сползется стянется там а еще если она стянется вместе с фонировкой а при этом основа останется лежать как мы его расположили то может получиться что съехав фонировка не доклеит какую-либо часть все мы с вами заготовили размер очень большой размер очень большой поэтому поэтому клеить я кистью не буду тут я уж не знаю какой надо макловицы что ли клеить такого поэтому потому что лишнее вспенивание клея тоже не есть хорошо привычный старый способ и очень меня научил леонид дмитрий филимонов леонид дмитриевич один из моих учителей который учил нас работать белковыми клеями чистая все должно быть чистая все вся посуду которой мы работаем на не только должна быть чистой она должна быть вымотая без всяких химических препаратов то вот видите мы как можно сделали себе удобную площадку вот потому что во время склейки ничего не должно мешать клей оставляем рядышком только потому что может не хватить когда я его просто долью но смотрите что мы дальше делаем все расположили как удобно так как я говорю квадрат поэтому здесь что так что так главное по центру и разместить я располагаю две склеиваемые части другом на другом беру кисть она чистки у нас вот ну лишнее убираю правильно переставляю сюда ну как и говорю вот а По периметру прокатал, рубашечку перевернул, отцентровал. Немножечко выделил клеечку из серединки. Так как время у нас достаточно, благодаря модификации этого клея, руки помыл, чтобы не мешали мне. И могу в двух. Это простой обойный гвоздичек через бумажечку. Все. Эта сторона у нас готова и никуда не поползет. Кладу ее посерединке. Накладываю следующей работы. Произложу прокировочку. Смотрю, чтобы здесь было по центру все. Все хорошо. Так. Все нормально. И все повторяю с этой стороной. Все хорошо. было бы поверхность еще больше ну вот такими движениями можно возьмем делать я стараюсь разровнять и пройти все поверхности чтобы не пропустить нигде эта сторона у меня лицо поэтому здесь я еще более ответственно подхожу установки фонировки чтобы везде был одинаковый ну вот если был более сложный материал ну его можно с этой стороны немножечко увлажнить можно слегка увлажнили здесь я буду стараться бить приблизительно в то место где у меня должен быть набор хотя этот гвоздь сапожный но он следов таких не оставляет и спокойно перекрывая ровно по центру и мы идем в пресс загружаем пресс выставляем его ровно посередине и опускаем крышку и добавим дотягиваю необходимое нам давление сразу мы стараемся не делать даем чуть подождать то что клей при давлении начинает выходить в сторону чуть-чуть добиваем вот можно посмотреть что хорошо ничто никуда не сползло но обычно такие пресса они называются упаковочные пресс народе их привыкли называть типографические или печатные а так это упаковочный пресс все и теперь 24 часа дождем до то есть того момента когда вытащим крышку дадим им потом сутки может чуть побольше отдохнуть и мы продолжим с ней показы вам как будет фонировать интерсионные ставки все он еще не все пока спасибо за внимание